2 февраля как день государственности. Игорь Дадон обратился с инициативой к гражданскому обществу. К нам едет ревизор. Миссии МВФ прибывают в Молдову в середине февраля. Премьер до Киева дойдет. Павел Филипп отправился в украинскую столицу с официальным визитом. Молдавская значит отличная. На Молдэксплотклос выставка товаров отечественного производства. Президент Молдовы выступил с двумя инициативами. Он предложил объявить 2 февраля днем государственности Республики Молдова и законодательно принять исторический флаг страны. Об этом Игорь Дадон объявил во время церемонии награждения заслуженных людей Республики. По словам президента, 2 февраля 1365 года – день, когда впервые государственность Молдовы была признана официально. Мы считаем, что эта дата должна быть значимой, поэтому мы выступаем с инициативой, чтобы каждый год в этот день современные личности Молдовы, которые своей деятельностью способствовали укреплению государственности Республики Молдова и развитию страны, были отмечены президентом. Игорь Дадон также выступил с предложением гражданскому обществу рассмотреть возможность объявления этого дня официальным праздником. В качестве варианта он предложил название «День государственности Республики Молдова». Кроме того, глава государства предложил также рассмотреть возможность законодательно принять исторический флаг Молдовы – знамя красного цвета, на котором изображена голова быка. В этот же день орденом Богдан-основатель за особые заслуги в консолидации и развитии государственности страны были награждены пять человек. Это профессор-историк Валентин Бенюк, художественный руководитель ансамбля народного танца ЖОК Валентин Курбет, известный хирург Ева Гудумак, писатель Виарил Михаил и экс-губернатор Национального банка Молдовы Леонид Толмач. Премьер-министр Павел Филипп совершил 13 февраля официальный визит в Киев по приглашению своего коллеги Владимира Гройсманом. «Украина также важна для нас, как и Румыния, потому что мы с соседей должны иметь хорошие отношения», – заявил Филипп. Ключевая тема предстоящих дискуссий касается экосистемы реки Днестр. Украина планирует установить несколько гидроэлектростанций, что ставит воду и артерию и прибрежные зоны под угрозу. Проблема напрямую затрагивает и нашу республику. Премьер собирается попросить поддержки у Еврокомиссии, которая могла бы помочь провести детальный анализ ситуации. В рамках встречи главы Кабминов также обсудят вопрос Приднестровья, Украина является частью формата 5 плюс 2 и барьеры, которые существуют в молодоукраинских торговых отношениях. Об этом молдавский премьер рассказал после совместного заседания правительства и парламента. Главы исполнительной и законодательной ветвей власти установили приоритеты парламентской весенней сессии, а также приоритеты этого года и решили, как будут работать дальше. И Андриан Канду и Павел Филипп сошлись во мнении, что главным приоритетом по-прежнему остается реализация соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В столице Гагаузии прошел масштабный митинг, посвященный третьей годовщине референдума от 2 февраля 2014 года. Ровно три года назад свыше 98% жителей региона проголосовали за вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и за закон об отложенном статусе Гагаузии. Инициатором проведения митинга стала группа граждан, стоявших у истоков организации проведения референдума. Инициативу поддержало руководство автономии. И поднимать руку в народном собрании, и участвовать в избирательном процессе, и помогать людям объяснять. Тяжело было ходить по улицам, потому что снега было по колено, а то и больше. И иногда возвращаясь домой, которые были полностью мокрыми. Но мы объясняли людям, за что и как они будут голосовать. И все-таки... Поддержать народ Гагаузии приехали и представители партии социалистов. Гагаузия является одним из форпостов молдавской государственности. Здесь люди всегда являлись государственниками. Всегда выступали против каких бы то ни было тенденций по ликвидации республики Молдова. Поэтому партия социалистов, что Сициола поддержала проведение данного референдума. Более того, в перспективе мы выступаем за проведение подобного референдума общереспубликанского. Поздравления пришли также от главы государства Игоря Додона и, кроме того, из России, которую Гагаузы считают своим другом. Всем мира, благополучия, добра. Привет от президента нашей страны, от Игоря Николаевича Додона. Привет от Владимира Владимировича Путина всему нашему гагаузскому народу. Передаю, он меня просил вам передать это. Большинство жителей автономии называют этот день судьбоносным и надеются, что принятые ими три года назад решения дадут возможность всем жить в мире и согласии. Для всей Гагаузии, как и для всей Молдовы, этот день действительно красный день календаря должен быть, потому что мы, как жители Гагаузии, мы показали волю и заявление всех граждан Молдовы. У нас цель одна – жить в мире со всеми народами, и с Россией в том числе, и с Румынией в том числе, и с Украиной, и внутри нашей страны тоже жить в мире. Граждане автономии выступили с инициативой объявить дату 2 февраля – выходным днем. Башкан с таким решением согласилась. Теперь слово за депутатами Народного собрания. С конца прошлого года на политической сцене Молдовы произошли существенные изменения. С одной стороны, президент Игорь Додон, который встал в оппозицию к парламенту и правительству и заявил о намерении добиться расширения полномочий, назначить досрочные парламентские выборы и, возможно, денонсации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. С другой стороны, парламент и правительство, которые намерены нейтрализовать заявление президента и блокировать его действия, если они противоречат политике правящей коалиции. 2017 год обещает быть напряженным в политическом плане. Самые важные события в конце каждой недели теперь снова будут обсуждаться в передаче «Пятница с Анатолием Голи» на РТР Молдова. В эту пятницу гостями Анатолия Голи станут известные политики, почетный председатель демократической партии Дмитрий Дьяков и депутат от партии социалистов Владимир Цуркан. Они обсудят актуальные вопросы политической жизни, проблему противостояния между ветвями власти и приоритетные вопросы повестки дня весенне-летней сессии парламента. Желающие могут задавать вопросы участникам передачи по адресу электронной почты голясобакартр.мд Советники-социалисты готовят обращение в Европейский суд по правам человека, где собираются оспорить запрет судебных инстанций на организацию референдума по отставке Дарина Киртуака. Об этом сообщил глава фракции Ион Чебан перед началом заседания Мунсовета. Он считает, что действующий градоначальник должен ответить за совершенное им беззаконие. Мои коллеги не позволят, и, надеюсь, коллеги из других фракций не позволят дальнейшее воровство публичной собственности. Озвучу лишь некоторые цифры из отчетов, опубликованных неправительственными организациями. Утеря миллиардов леев, они были закопаны в результате разворовывания муниципальной земельной собственности. В краже земель либералов обвинили и сами кишиневцы. Люди пришли на заседание, чтобы разобраться с очередной незаконной, по их мнению, стройкой. Советник от либеральной партии молчать не стал. Собственно, к прессе социалисты вышли, чтобы подвести итоги своей работы и рассказать о планах. В списке приоритетов – муниципальный бюджет на 2017 год. ПСРМ считает, что он должен формироваться при обязательном участии гражданского общества. Именно в таком формате потребуем формировать бюджет, основанный на стратегиях, интересах горожан и при их непосредственном участии. Давайте начнем этот процесс. Люди должны участвовать, расставлять приоритеты, а не те, кто даже не обнародует отчеты о своей деятельности. Еще социалисты собираются заблокировать возможность менять направление бюджетных средств, как это делает Киртуаке, потребовать закончить разработку муниципального градостроительного плана и регламент по строительству. Также советники от партии социалистов намерены решить проблему общественного транспорта и многие социальные вопросы. Они предложили остальным фракциям обсудить намеченные ими приоритеты и сформулировать общие, чтобы работа была плодотворной, а результаты ощутимыми. Миссия Международного валютного фонда посетит Молдову в период с 14 по 28 февраля. Об этом говорится в заявлении, распространенном от имени постоянного представителя МВФ Молдовы Армины Хачатрен. Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы в контексте проведения первого обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов расширенного финансирования и расширенного механизма кредитования. Говорится в заявлении, в рамках визита будет представлен новый начальник миссии МВФ для Молдовы. Им стал Бен Келмансен, который сменил на посту Иван Владкову Холор с января нынешнего года. В Международном выставочном центре Молдэкспо проходит 16-я национальная выставка, сделанная в Молдове. Более 350 экономических агентов из всех регионов Республики демонстрируют свои достижения. В двух павильонах представлена продукция пищевой, легкой, мебельной промышленности, виноградорско-винодельческой отрасли и других секторов. Торжественное открытие состоялось накануне. Участников приветствовал премьер-министр Павел Филипп. А президент торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя призвался их покупать отечественное. «Приобретайте то, что у нас есть, что произведено в Республике Молдова. Делайте, как я. Одежда, произведенная в Республике Молдова, яблоки, выращенные в Республике Молдова». Даже самому придирчивому покупателю есть что выбрать. Консервы, кондитерские изделия, меха, мебель, бижутерия, косметика, одежда, обувь, ткани. Посетителям нравится. «Особенно постель очень красивый, модельный и качественный. Очень хорошая ткань. Это, как он называется, сатин. Очень хороший, очень качественный. И долго-долго можно его пользоваться». «Нравится отечественная продукция «Букурия». Своей разнообразностью. Из-за того, что все у них очень вкусно». В Молдове есть что показать не только дома, но и за рубежом. А все потому, что натуральное и сделано с душой. «Мы отправляем на экспорт. Мы работаем уже со многими странами, в том числе и Украина, и Румыния. Кроме этого, мы работаем и со странами СНГ. Это Казахстан, Узбекистан, Россия. Также страны Балтии. Мы используем самые натуральные ингредиенты, полученные экстракты, которые были выращены здесь». Свои товары традиционно представили крупнейшие отечественные производители, такие как «Букурия», «Франзилуца», «Иванил», «Флуаря Сварилуй». Но за свое место на рынке борются и небольшие предприятия из регионов. Стараются, чтобы их товар был самым лучшим. «Примезли продукцию, начиная от меда, вот такого качества, липа, белая акация с прополисом. Что у нас есть? Прополис, готовый уже, готовый прополис, очень хорошо для язвы желудка. Он – это натуральный антибиотик. Это все продукция сделана именно для людей». Выставка сделана в Молдове – это еще и возможность завязать новые контакты с зарубежными партнерами, привлечь инвестиции. В эти дни прошло 4 бизнес-форума, где молдавские предприниматели встречались с российскими, румынскими, белорусскими и австрийскими деловыми людьми. «Наша цель – это заключение каких-то деловых отношений с местным бизнесом, с представителями общественных организаций, на органе торгово-промышленных палат». Выставка продлится по 5 февраля. Эксперты утверждают, что перепады температур не нанесут вреда садоводческому сектору. Они не влияют на состояние плодовых деревьев и виноградников, поскольку те до середины февраля находятся в глубокой спячке. «В настоящее время в садах уже проводится сухая обрезка, а для непредвиденных природных явлений в процессе очистки деревьев оставляется резерв», заявил заместитель директора научно-практического института садоводства и пищевых технологий Илье Данника. Государственная гидрометеослужба прогнозирует в ближайшие дни резкое потепление. Столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов. Принципы, правила и стандарты, которые обязаны соблюдать врачи и фармацевты, теперь будут регулироваться официальным диантологическим кодексом. Документ утвержден правительством. Его положение относится ко всем медицинским работникам и фармацевтам, работающим как индивидуально, так и в государственных учреждениях. Кодекс содержит правила поведения по отношению к пациенту, а также нормы коллегиального поведения. Один из разделов касается предотвращения и борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения. Цель разработки этого документа – урегулирование норм, связанных с неподкупностью. Кодекс также предусматривает ответственность и административное наказание членов медицинского сообщества за нарушение положения документа вплоть до увольнения. Мэрия Кишинева будет размещать на своем сайте всю информацию об организации госзакупок товаров и услуг на сумму больше 80 и 150 тысяч леев по выполнению работ. Также на сайте будет публиковаться информация о контрактах. С 15 февраля рабочие группы по госзакупкам начнут первые публичные аукционы, которые будут проходить в мэрии. В них смогут принять участие пресса и представители гражданского общества. Ранее аукционы проходили за закрытыми дверьми. Такое решение принял мэр Кишинева Дарин Киртуаке для обеспечения прозрачности контроля за проведением госзакупок. Сотрудники частных компаний и предприятий будут получать талоны на питание, если парламент одобрит соответствующую законодательную инициативу. Стоимость талона составит 45 леев. Предоставлять его по своему желанию смогут компании, имеющие социальный капитал не менее 10 миллионов леев. Система будет работать на основе контракта, заключенного между оператором и заведениями общественного питания. Талоны будут предоставляться в соответствии с отработанными днями, а их стоимость не будет облагаться налогом. Представители деловых кругов и члены Национальной конфедерации патронатов выступили против данной инициативы, считая, что это увеличит расходы предприятий. Проект предстоит рассмотреть парламенту.